Добрый вечер, уважаемые телес-двестики! Вы смотрите программу новостей. В студии с вами Гулина Гельмолина. Сегодня в программе. Более 150 жительниц Мамадыша собрались на слез солдатских матерей. В одном из кафе города прошла встреча руководства района с матерями бойцов-участников СВО. Счастье не имеет срока давности. Это девиз супругов Кашинок из города Мамадыш, который в этом году отмечает солидный юбилей 65-летия семейной жизни. Говорят, что в Мамадыше очень уютно. Только на майских каникулах городок на Вятке посетило около 500 туристов. Об этом и о многом другом вы узнаете через несколько секунд. Более 150 жителей Мамадыша собрались на слез солдатских матерей. В этом из кафе города прошла встреча руководства района с матерями бойцов-участников СВО. Встречи в таком формате проходят уже второй раз. На сегодняшний день 366 человек из Мамадышского района защищают родину в зоне СВО. Подробнее о мероприятии в следующем сюжете. У Найли Гариповой из села Верхняя Сульма Мамадышского района сразу трое сыновей служат в зоне специальной военной операции. Старший сын еще в далеком 2010 году заключил контракт и стал военнослужащим. Затем по стопам старшего пошли и младшие братья. Еще тогда женщина внутренне смирилась, что их сыновья посвятят себя защите родины. Средний сын сказал мне, что наша профессия, родину защищать. Вот профессия у них такая. Они же для меня уже генералы, не то что солдаты. Они генералы, маршал, можно сказать. Представителями некоторых семей были отцы. Например, у Худуса Тучина сын вступил в службу совсем недавно. Мужчина меньше месяца тому назад решил вступить в ряды вооруженных сил страны. Конечно, горжусь. Кто не горит, какая мать. И отец не горит со своим сыном и своими детьми. Ну, конечно, это все-таки сын же уходит в войну. Конечно, это в глубине души страшно. Ну, что же поделать. Они же сами уже взрослые, они же сами решают за себя. Среди приглашенных были и те, кто с первых дней оказывает помощь бойцам. Глава района наградил активных волонтеров Александра Аксакова, Газинура Кельмакова, Ильнура Галеева медалью за заслуги перед Мумадышским униципальным районом. Там необходимая помощь. И вот когда встретились с Ванилем, мы решили вместе организовать сбор. Я обратился у себя на заводе. На заводе работает более тысячи человек. Все согласились. И каждый раз, так скажем, раз в пять уже мы так и собрали. В общем, где-то 6,5 миллионов мы собрали. Отправляем через Ваниле и через другие организации. Работники культуры подготовили для солдатских матерей творческие выступления. Видеопослания от бойцов из зоны СВО особенно тронули сердца собравшихся. Знаете, мы вернемся с победой. Мы не имберем, блин, сильно. Мероприятия такого формата в Мумадыше проходят раз в год. Адресную помощь и поддержку мумадышские семьи участников СВО получают ежедневно. Ланж Бабаньян, Звафаэль Шайхуддина, Елизанна Ругалеева. Новости Татарстана. Счастье не имеет срока давности. Это девиз супругов Кашинах из города Мумадыш, которые в этом году отмечают свой солидный юбилей 65-летия семейной жизни. В эти дни Николай Иванович и Галина Ильинична принимают поздравления, которые начались прямо у порога. С громкой песней под звуки гармонии и продолжили с теплыми пожеланиями. Такой подарок организовали коллеги-юбиляши из отдела культуры. Наша съемочная группа также побывала на железной свадьбе и узнала секреты семейного счастья. Желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Железная свадьба – уникальная дата семейной летописи, потому что далеко не каждой семейной паре суждено провести любовь через всю жизнь, рука об руку пройти свой жизненный путь. И, несмотря на все трудности, суметь сохранить тепло в своих сердцах на протяжении 65 лет. История любви наших молодоженов началась на танцах. Я ее заметил на танцплощадке. Напротив – горсовета, вспоминает Николай Иванович. В нашей жизни всякое бывает. Налетает туча и гроза, ветер утихает, туча уплывает, и опять синеют небеса. На регистрацию брака жених шел два дня пешком из Елабуги. Но это был лучший путь его жизни. Путь к своей любви и к своему счастью. Молодые расписались в бюро ЗАГС-исполкома Мамадышского райсовета 1 апреля 1959 года. А 9 мая, в день Великой Победы, сыграли свадьбу с близкими. Кашины – уважаемая и узнаваемая семья Мамадышского района. Четыре раза там встречались, а потом он приехал на машине. И забрал вас. Забуксовал. Нет, а куда забрал? Речка-то, река-то не занежно. Не было, тогда паромы были ведь. На спецзаводе начали работать, начали работать. И вот его на зиму здесь оставили. Продолжила поздравление руководитель отдела ЗАГС Мамадышского района Ландыша Худдинова. Благодарственное письмо главы района Анатолия Иванова, памятный подарок, букет цветов стали прекрасным украшением праздничного дня семьи Кашиных. Пример для молодых семей. Поздравляем. Железные юбиляры стали железным стержнем не только друг для друга, но и для семьи в несколько поколений. Воспитали двоих детей, не нарадуются четырем внукам. Новости Татарстана Они особенно отмечают благоустроенность города. Говорят, что в Мамадыши очень уютно. Только на майских каникулах городок на Вятке посетило около 500 туристов. Гости прибыли на теплоходах в Елабугу, затем на автобусах доехали до Мамадыша. Какие достопримечательности больше всего интересуют гостей, об этом в следующую минуту. По легенде, старик Мамадыш... Лидия Манникова сейчас живет в Перми, родилась в Кировской области. Поэтому серковь Вятка она уже знакома. Но в Мамадыш это ее первый приезд. В молодости увидеть этот город никак не получилось. На днях забылась мечта женщины. Пермячка отправилась на теплоходе на мини-путешествие. У меня в фотоаппарате есть этот собор с реки Вятки. А теперь вот я его очень с земли сфотографировала. Постоянно восхищаюсь. Думаю, господи, поезжай по нашим русским рекам, узнаешь всю историю страны и всех людей. На этот раз гостями Мамадыши стали около 100 туристов. Своё путешествие они начали с Перми. На теплоходе Василий Чапаев делают остановки в четырех городах. Однако бросить якорь из Мамадыши туристы не смогли. Поэтому приехали в город на автобусе из Елабуки. А встретили гостей сотрудники Краеведческого музея. Рейс у нас шесть дней. Из Перми в Пермь возвращаемся. Сейчас у нас 140 человек. Причем очень приятно, что люди-то как раз заинтересовались этим направлением из разных регионов. Это и Екатеринбург, Свердловская область, и Тюмень, и Ханты-Мансийск. Есть люди Москва. Как отмечают экскурсоводы, туристы привлекают в основном исторические места и достопримечательности Мамадыша. Гости отмечают особую атмосферу религиозных объектов. И то, как в Мамадыше гармонично сочетается крестьянство и ислам. Время у них на два часа только в этом году. К сожалению, не все объекты получается посетить. Но основные объекты у нас остались. Это около храма Троицкого, мечеть, церковь, улица Советская и Краеведческий музей. Стоит отметить, что для туристов в Мамадышском районе действуют туристические маршруты. Тысяча яд на удовольствие. Одна дорога, пять культур. Работает Краеведческий музей. Музей Фариды Ярулина, Мемориальный музей-библиотеки Шахи Манура. Проводятся фестивали Сэннифест, Петрау и другие. Галина Гельмолина, Фейл Шахудинов, Елизан Ургалиева. Новости Татарстана. Цветы, душа и лицо города этим летом Мамадыш будет утопать в цветах. Практически во всех локациях города будут разбиты цветники разных форм и размеров. Поэтому для сотрудников ООО Мамадыш ЖКО наступило самое горячее время. Они приступили к процессу озеленения города. Олеся Гоман каждый год участвует в процессе озеленения Мамадыша. Ей эта работа приносит удовольствие. Она знает и не только наименование каждого растения и как их сажать, но и осведомлена и о том, как правильно за ними ухаживать. Знает и об уживаемости растений с соседями. Сажаем 10-15 глубину сантиметров, чтобы этот, когда поливали, они наверх не выходили. Расстояние мы уж лопаткой измеряем, чтобы они близко друг к другу не стояли. На улицах Мамадыша высадят 30 тысяч растений. Миссия озеленения города возложена на общество Мамадыш ЖКО. Каждый год коллектив заранее договаривается с поставщиками рассады. Мы стараемся выбирать поставщиков нашего города, нашего района, поддерживать наших производителей. Поставщики у нас и прибавляются. Мы стараемся покупать у проверенных. В последнее время на клубах Мамадыши цветут в основном петунии, герани, сальвии, каны. В 2024 году к ним добавятся новые виды цветов, которые, несомненно, станут украшением городских цветников. Сажаем петунии, бархатцы, сальвии, потому что они морозоустойчивые. Посадка цветов весной имеет свои особенности. В частности, их следует обильно поливать. Но и заморские могут ударить в любой момент, сведя на нет всю проделанную работу. Начали после 9 мая. Конечно же, это связано с погодными условиями. То, что днем, да, может быть и 10 градусов тепла, и 15, но ночью уже достигало до минус 4 градусов. Поэтому мы думали, нецелесообразно было сажать цветы уже в минусовую температуру. Растения высаживаются в соответствии с эскизами и учетом времени цветения, чтобы город оставался нарядным вплоть до поздней осени. Гулина Гельмолинов, Ильши Худинов, Елизан Ургалиева. Новости Татарстана. В Мамадыши с начала мая, пока нет сентября, в Эксквере Ешлек вновь будет много интересного. В городе стартует сезон концертов, творческих фестивалей и спортивных выступлений под открытым небом. Первые мероприятия были приурочены ко дню семьи. В мае жениться мальцы, уверены многие, но не только семья Бастрагинах. Когда Владимир и Нина решают пожениться именно в мае, родственники и друзья уговаривают их перенести свадьбу на следующий месяц. Но пара решает доказать окружающим, что главное здесь – любовь, а не сувеверие. Вот уже на протяжении 55 лет они в статусе мужа и жены. Секрет один – выважение друг к другу и уступать друг другу. Всяк пять лет и не один день прожить. И не пять даже лет. Всяко бывает в жизни, но обоюдную линию надо находить. В праздничный день Бастрагины и еще пятеро семей района получили благодарственные письма. Подарки и букеты цветов из рук главы района Анатолия Иванова на сцене сквера Ешлек. Этого года сыграли свадьбу. После свадьбы судьба увела Якутию. Жители города и гости с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Вход на них свободный. А веселиться можно, сколько душа пожелает. Проходят такие активности при хорошей погоде. Одни подпевают, другие выходят и на танцы, третий сами выступают на сцене. Очень хорошо, что вот это выдумали. И все же приглашают. Сегодня пригласили майских юбиляров. Очень рады мы. Особенно радуются старту нового сезона артисты города. Например, Анжелика любит петь. Кроме этого, у них есть сенсуальный коллектив, который со сверстницами они организовали сами. Девушка говорит, что теперь им не нужно искать место для сбора. Мне очень нравится, что у нас учат. Сейчас можно будет выступить на сцене здесь, на улице, в Вишенке. С девочками можно будет даже порепетировать сюда, прийти на сцене. Выступить на какой-нибудь концерте. На сцене выступили мастера художественной самодеятельности, а также творческие семьи города и района. В качестве гостя мероприятия был приглашен экс-солид с группы «Синяя птица» Валерий Ющенко. Кроме концертной программы были разыграны лотерейные билеты. Шестеро счастливчиков ушли домой с телевизорами. У любви во власти, посреди святов и лета. Гулина Гельмолинов, Эль Шихудинов, Элизан Ургалиева. Новости Татарстана. Это были все новости к этому часу. Об этом и о многом другом вы сможете узнать в наших социальных сетях. Их адреса вы видите на своих экранах. В студии с вами была Гулина Гельмолина. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в передаче от всей души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова